В Молдове объявили всех преднестровцев преступниками. Так Вадим Красносельский сказал о поправках в Молдавский уголовный кодекс на коллегии Приднестровского МИДа, антиконституционной структуры по нынешнему молдавскому законодательству. В самой Молдове принятые поправки используют и для обвинения в адрес политических оппонентов. Накануне там разразился очередной политический кризис. Правительство Наталии Гаврилицы в полном составе ушло в отставку. Бывшая премьер сказала при этом, что не находит в стране той же поддержки, что в Брюсселе. А там на днях она опросила у НАТО помощи армии и получила заверение, что помощь будет. На формирование нового правительства в Молдове закон отводит две недели. И теперь совсем непонятно, состоится ли запланированная на следующую неделю встреча политпредставителей. Новости политической недели в обзоре Влада Лукаша. Это соглашение о принципах мирного урегулирования, подписанное в июле 92-го после окончания войны на Днестре. В статье 5 указано, конфликтующие стороны считают недопустимым применение любых санкций и блокад. В этом контексте будут незамедлительно устранены любые помехи на пути движения товаров, услуг, людей. Под документом подписи Ельцина и тогдашнего лидера Молдовы Снегура. И да, Молдова из этого соглашения не выходила. Но товары не пропускает, и это не только медикаменты. Новые санкции вводит. На прошлой неделе приняты поправки в Уголовный кодекс до 5 лет тюрьмы за сепаратизм. Закон о сепаратизме, он как раз поставил всех жителей Переднестровья наконец-то в правовое поле. В кавычках наконец-то. В правовое поле Молдовы. Назвав всех преступниками, понимаете? Если раньше они это делали вне закона, сейчас они придумали закон, назвав всех жителей Переднестровья преступниками, понимаете? Исправили, в кавычках сказать, правовой пробел. Молдавские власти так и не дали точного ответа, когда и кого будут задерживать по новым статьям. Там и сепаратизм, и заговор против Молдовы. Депутат Олеся Стамати сказала, что сейчас прокуроры разбираются, какие договоренности есть между Молдовой и Переднестровьем. А уже потом решат, кого будут наказывать. Давайте поможем Олесе найти эти договоренности. Хотя бы тот самый документ 92-го, статья номер 5. Так называемый переговорный процесс, который 20 лет наносил ущерб в суверенитету Молдовы, должен быть выброшен на свалку. Это главная горячая голова Молдовы. По словам Оазу Нантоя, поправки о сепаратизме должны показать Приднестровью, что в переговорах их за равную сторону не считают. И договариваться нужно только о присоединении Приднестровья к Молдове. Никаких там медикаментов или свободы передвижения. По словам Нантоя, молдавские власти уже обсуждают возможный выход из переговоров 5 плюс 2. А Виталий Игнатьев должен быть первым, кого задержат по новому закону о сепаратизме. Сам Игнатьев на этой неделе провел отчетную коллегию МИДа, где рассказал о сложностях в переговорах с Молдовой. В прошлом году состояло 17 заседаний экспертных рабочих групп. Треть из этих стринч было посвящено проблемам импорта медикаментов в Приднестровье. Но, как видим, именно из-за наличия негативных установок молдавской стороны, проблема с импортом медикаментов не была решена и ни один другой вопрос. Верховный совет на этой неделе принял заявление в адрес стран-гарантов по поводу молдавских поправок о сепаратизме. На сегодняшний день вызывает у многих наших граждан много вопросов. Каким образом это будет применяться? Время покажет, но опасения огромные есть. А тут еще спикер молдавского парламента Гроссу заявил, на основании новых поправок, силовики Молдовы смогут преследовать приднестровских милиционеров за то, что они задержали в бендерах молодого человека, проживавшего в Молдове. Задержанного через два часа отпустили, но Гроссу отметил, против приднестровских милиционеров уже ведется расследование. По такой логике приднестровские милиционеры не имели права задерживать молдавских колесных воров, которые приезжали из Каушан и разували автомобили в Бендерах и Тирасполе, или вот этого пьяного гонщика из Молдовы, который влетел в клумбу на выезде из Бендер. Согласно новой редакции Уголовного кодекса Молдовы, уголовно наказуемой являются любые деяния, любые научно-экспертные исследования, любые дискуссии, комментарии, интервью в СМИ, общение в быту, общение в социальных сетях, записи в Фейсбуке, в Твиттере и так далее. Наричие приднестровского паспорта и любой правовой связи с Приднестровьем уже основаны для применения этих статей. Попутно Молдова муссирует тему вывода из Приднестровья российских миротворцев. Об этом говорит молдавский сопредседатель ОКК, комиссии, которая контролирует миротворческую операцию. Кишнев уже как минимум два десятка лет назад заявил о том, что эта миротворческая операция в своей цели, задачи выполнила. Пришло время ее заменять на гражданскую миссию с настоящим международным мандатом. С тех пор эта позиция не только не изменилась, но и ситуация все больше требует этого. Уже бывший премьер Молдовы Наталья Гаврилица была в Бельгии, где встретилась с заместителем генсека НАТО Джоанны. Молдова снова попросила у Альянса помощь в усилении обороноспособности. В НАТО заверили – помощь будет. Эта помощь, которую мы обсуждаем, повлияет на достижение демократических стандартов и проведение реформ, в том числе повышение устойчивости в сферах обороноспособности и безопасности. В январе Майя Санду сказала, что Молдова может отказаться от прописанного в Конституции нейтралитета и вступить в НАТО. При этом молдавские СМИ публикуют результаты общественного мнения, где большинство граждан против вступления страны в Альянс. Есть и другой опрос, который показывает, что жители Молдовы не хотят воевать. Но страна вооружается. В этом году Молдова получит 19 БТРов из Германии, а бюджет Минобороны вырос сразу на 70%. Когда государство начинает финансировать свои вооруженные силы, накапливать вооружение, можно говорить о том, что да. То есть это фактор именно туда, понимаете? То есть это не фактор похода государства к миру, это поход государства к войне. Он может быть долгий. Я не говорю, что это завтра начнется, но тем не менее. Фактор такой есть. В этой ситуации Приднестровье остается на позиции. Что бы ни происходило, нужно продолжать переговоры. Об этом сказал на коллегии МИДа президент. 5 плюс 2 тот формат, где у Приднестровья абсолютно равные права с остальными участниками переговоров. Именно поэтому Кишинев хочет его выбросить на свалку. Владислав Лукаш, Отражение.